Путин тут назвал преемника Пригожина и встретился с ним в Кремле. С этой новостью я хотела бы начать наш разговор. Речь идет об Андрее Трошевом, он бывший начальник штаба группы «Вагнер». Кроме него на этой встрече был также замминистра обороны Юнус Бек Ивкуров. И в целом из опубликованной информации следует, что Трошев, он и новый куратор «Вагнера», и в то же время он работает в Министерстве обороны Российской Федерации. И тут вдогонку еще одна новость. Разведка в Великобритании подтверждает информацию о том, что боевики «Вагнера» двигаются в сторону Российско-Украинского фронта на территории Украины. То есть что получается? Не прошло трех месяцев, и «Вагнер» возвращается на войну, но уже под руководством, под управлением Минобороны. То, чего так не хотел Пригожин. Не совсем так, не совсем. Дело в том, что Трошев действительно, у него такой позывной седой. Он бывший полковник МВД, действительно оперативным управлением занимался ЧВК «Вагнер». И он как раз предал Пригожину. Он из тех, кто как бы перешел на сторону власти, когда случились события 23-го до 4-го июня. Он не первый встречается раз с Путиным. Была непубличная, непротокольная встреча 29-го июня, когда и сам Пригожин присутствовал на этой встрече, и совет командиров ЧВК «Вагнер», встречаясь с Путиным. И там присутствовал Трошев. Присутствовал Трошев. Трошев захватил и, как говорят, в ЧВК «Вагнер» передал все архивы. Но он их и ввел. Архивы и учетные карточки участников ЧВК «Вагнер». То есть, он обладает всей полнотой информации относительно ЧВК «Вагнер». И вот что происходит. Я это прогнозировал после убийства Пригожина и Уткина, и ряда еще лиц. Там Чекалин, с ним были в самолете ряд еще. Нужно же разобраться, как-то утилизировать основную массу, которая, в общем, присягала Пригожина. Это в основном контрактники ЧВК «Вагнера». Не только действующего основного состава, но и те, кто прошли уже шестимесячную службу на территории Украины, так называемой СВО. Их надо утилизировать. Это очень небезопасная среда. И вот избран такой иезуитский способ, когда сам человек из этой среды собирает обратно всех, кого можно. Я, кстати, убежден, что тех, кто помилован из числа лиц осужденных, находившихся в местах лишения свободы и направленных в зону специальной военной операции, так называемой, я думаю, их привлекут. Они тоже ненадежные, понимаете? Их утилизируют. То есть, получается, на войну поедут те ребята, извините, что их называют ребятами, боевики, которые шли вот этим недомаршем на войну, и поедут они туда с целью утилизации. Дело в том, что недомаршем пошли на Москву, имеется в виду, там две с небольшим тысячи шло. Сам Пригожин перед смертью заявлял, что около 30 тысяч находятся в резерве. Это те, кто прошли ЧВК «Вагнера». Ну и типа отдыхают там, они уехали по домам. И многих помиловали, если мы говорим о зэках, то после 60-месячного контракта они получили помилование за совершенные, в том числе, тяжкие, особо тяжкие преступления. Я думаю, что собирать будут всех. То есть я допускаю, что вернут на фронт, ну, тысяч, 15-20 точно из этих людей. И они будут подписывать контракт с Минобороны? Минобороны обязательно. А сейчас нет других контрактов. Их, конечно, как-то сгруппируют внутри Министерства обороны, выделят какую-то структуру, но это, скорее всего, будет в это главное управление разведки, которое раньше было ГРУ, не важно, нам привычнее ГРУ называть, да? Скорее всего, под их крышей будут продолжать функционировать, ну, как-то, в общем, эти подразделения. Они все равно будут подписывать с Минобороны контракт. Нет другого варианта, нет другого способа. Не будет создаваться нового Челкова. Понимаете? Этого не будет. Будет создана опять какая-то часть, вот, похожая на Шторм-Зе. Дело в том, что у Минобороны теперь есть право и в том числе лица осужденных привлекать. Им же разрешили, Государственная Дума проголосовала еще в прошлом году. Они имеют все те же полномочия, все возможности, которые были у ЧВК Вагнер. Зачем создавать ЧВК Вагнер? Иерархическая структура сохранится, институциональная структура сохранится. А то, что Трошева перекупили и взяли, вот, он и будет утилизировать вот этих всех товарищей. Их будут отправлять. Вот сколько модель такая просуществует? Они и так-то гибли, вы знаете, как под Бахмутом. Ну, так и чего? Вторая серия будет. Дадут они какой-то результат своим участием? Решающего нет. Решающего нет. Почему? Потому что все-таки, все-таки, надо отдать должное покойному Пригожному. Он обладает организационным талантом, определенным способностями, выразимся так. Все-таки у него некая школа от тюрьмы до общепита, знаете. Он все-таки как-то подходил нетривиально и к коррупции, и к организации дела, и так далее. Надо отдать ему должное. Хоть он и покойничек, но все равно надо отдать должное. Во-вторых, он свободно оперировал ресурсами, понимаете? У него были большие деньги. Он действительно был богат, но контракт нажился. Минобороны – это миллиарды долларов. И он многие вопросы мог решать просто щелчком. Потому что, ну, деньги же решают в России все. Понимаете? Деньги решают. Я не думаю, что у Трошева есть такие возможности, как у Пригожина. Никто не сделает из него второго Пригожина. Второй Пригожин больше вообще никому не нужен. Это не допустит не только Путин, что понятно. Но это не допустит и Герасимову и Шойгу, где снаряд. Понимаете? Им это зачем все это? Особенно Герасимов и Шойгу после того, что произошло. Никто никогда больше этого не допустит. Система вернулась обратно к своему неманевренному состоянию. То есть к тому, как его она была. Есть четкая иерархия институциональная. Путин назначил Шойгу, значит Шойгой будет управлять. Путин назначил Герасимову, значит Герасимов будет начать Герасимову. И никто снизу не может никакими маршами справедливости или чем-то подобным это изменить ситуацию. Понимаете? Это не надо больше. А цель-то такая, перевоссоздание условного в рамках Министерства обороны, это только одна, утилизация всей этой среды. Потому что они ненадежные, на них нельзя полагаться. А если они опять бунтануты? Надо их быстро, очень быстро отправить на передовую и там утилизировать. Ну, учитывая количество и сроки, ну, вопрос, ну, хорошо, ну, полгода. За полгода они все вытратятся. Тем более их как-то разбавят, как-то где-то так, знаете. Все-таки он пригожен, компактно, понимаете? Он двигался компактно. Он говорит, дайте мне участок, я его заберу. Он солидарно взял, потом набахнут. Сейчас такого я не думаю, что будет. Чтобы они вместе все не собирались. На разные участки разбросают. Кого на восток, кого на юг. Других целей нет. Вы скажете, ну, хорошо. А зачем протокольную съемку-то показали? Можно было и без паблика это все сделать. Правильно? Дать сигнал. Дать сигнал. Дать сигнал всем. А вот, в частности, структурно мы работаем. Мы этих людей берем. Их можно не чепушить, а их можно сразу как бы определять. Так сказать, органы, оперативники разбежались, быстро их всех нашли. И сказать, все, дружок, ты отдохнул. Аратировался. Все, теперь отправляешься обратно. А я не хочу. Ну, тебя спрашивают, хочешь ты или не хочешь. Хочешь в тюрьму обратно. Поедешь, как миленький на фронт поедешь. И сейчас, я уверен, прокатятся всякие вопли про то, что я вот, типа, 6 месяцев отбарабанил. Я не хочу. А меня заставляют. Спрашивать не будут. Нужда у них есть. Ведь они же 6 месяцев провоевали. Понимаете? На самых горячих участков, то можно бахнуть. Я думаю, это делается именно для утилизации. А когда публично это показывают, всем говорят, все, собираем их всех. Потому, что не было команды, а что с ними делать? Может, просто отстреливать. А так, утилизация. Вы же понимаете, на передовой сколько такой человек просуществует? Ну, хорошо, на месяц, ну, два. Ну, кто-то выживет, может быть. Но судя по штурму Зена, купинском направлении, там, знаете, потери несусветные. Так что и у этих не лучше будет ситуация. Поэтому я думаю, что цель именно такая. Чтобы показать, что все-все, все нормально, все, едете воевать. Он же не говорит, что вы там, как помните, Пригожин бился за то, чтобы статус участника ЧВКВАГНО приравнять к статусу военнослужащих, контрактников, системы Минобороны, чтобы запрещено их было оскорблять. Там даже провели такой нормативный акт и так далее. Для того, чтобы повысить их статус внутри социальной системы. Он же начал создавать центры ЧВКВАГНО, там, речь начал заводить о партии своей. А сейчас это все в обратную сторону. Едете обратно на фронт. Не во власть идете, как это вот. Ребятишки пойдут учиться в МГУ вот эти, с наколками, понимаете. А поедете туда, что вам привычнее, где вы были. И поэтому, конечно, это надо было публично показать. Все нормально, мы вот сотрудничаем. Вот Трошев. Что вам не нравится? Ну, нет, Пригожин, все. Конец. А Трошев-то есть? Ну, я так понимаю, что ожидать от этой, как вы говорите, среды, то, что они вдруг опять взбунтуют и будет что-то там вроде марша справедливости 2.0 из-за того, что сейчас они должны делать то, против чего, в общем-то, они выступили. Они же, какие там требования были? Привлечь к ответственности Герасимова, Шейгу, чтобы у них там, ну, и дальше за все хорошее против всего плохого. Ну, вот, собственно, они это и получили сейчас, то, против чего выступали. И нуждать от них какого-то восстания уже... Нет, восстания уже никакого не будет. Понимаете, это сумма факторов, которая должна сложиться. Это недовольство надо аккумулировать. Пригожин его мог аккумулировать. Каким образом? Только он единственным выступал... Вы Трошев видели, чтобы он выступал в телеграм-каналах, как этот чаще там Кепка Пригожина, там Конкорд Холдинга, это на меня там бочку хотел Пригожин. Вы видели, чтобы этот Трошев? Кто его знает вообще? Вы голос его слышали хоть раз? А Пригожин стал публичной политической фигурой. Ему разрешили. Просто они не ожидали, что он в эту сторону свернет. Ему-то было разрешено от души, от себя. Вот он и поливал. Этих так, этих сяк. Взять Шойгу так, этого, там, администрацию так. Еще у него одни петухи были, понимаешь ты. Вот. А публичный фактор, политический фактор, поддержка населения, она возникла из какой-то комплементарности по отношению к Пригожину. Наш, простой, народный, сидел 9 лет, ну а что, у нас вся страна сидит? И так далее. А сейчас уже такой-то ошибки не допустят, ты уже не сможешь. А зачем ты в паблик, типа, сейчас где-нибудь там? Тебе это не надо. А зачем ты это делаешь? Вы хоть голос одного генерала слышали, чтобы он публичную себе делал карьеру? Мы редко-редко слышали, так сказать, чтобы кто-то там что-то раздинул рот. Понимаете? Ну вот, единственное, они допустили с несколькими человеками, ну и то. Уже купировали эту проблему. Пожалели, наверное, уже. Ну, они как бы их убрали, там, и Мизенцева, и всех остальных. А так-то, в общем, все, уже система выдрессирована. Они, так сказать, вынесли уроки из Пригожинского этого мятежа, и они уже, во всяком случае, в таком виде они уже не повторят эту историю. Вот в таком виде. Потому что кому много дано, с него много спросят. Понимаете? А Пригожин было очень много дано. Со сказками про то, что это частная компания. А потом, ой, вот вы знаете, вот тут 180 миллиардов, там 90 миллиардов. Какие суммы-то? Ну, это рубли, но как бы эквивалентны. Ничему. За год, типа. Ну, ничего себе. А кому сейчас-то будут давать? Себе будут пилить. Сами резать будут. Поэтому, нет, никакой вот этой политической субъектности, которую попытался создать Пригожин, ее уже не будет. А значит, опасности нет. Люди группируются вокруг чего-то. Либо лидера, либо идеи. Понимаете? Ну, как бы ее сочетание должно, комбинация. В том числе, ну, как бы мы идем за идеей марш справедливости. Вот нас обманывают, а мы хотим это прекратить. Но это же кто-то должен артикулировать, кто-то об этом должен публично говорить. Понимаете? Ну, да, должен быть лидер какой-то. Харизматичный. Ну, даже пусть он искусственный, гомункулус, произведенность, пробирки. Даже его вот такие тоже бывают случаи. Пригожин к ним не относился, это самородок был. Всего разных причин. Частично еврейского происхождения, частично того, что он поймал волну какую-то. Частично из-за того, что он был не институционален. Он же не внутри системы был. Он же не какой-то там губернатор, как Кадырёв даже. Хотя тот еще персонаж. И так далее. Он был абсолютно самостоятельной фигурой в этом смысле. Да, он имел своих конфидентов во власти. Сотрудничал с ним, делил деньги и так далее. Но все равно в нем был тот элемент самостоятельности, который необходим для лидера. Та самодостаточность, которая, конечно, была создана из-за связи с системой. Потому, что ему давались деньги, его поощряли. Путин, так сказать, поощрял. Будучи его поваром он. Но нужна автономия, понимаете? Ты не должен быть встроен какой-то дыраку, подчиняться правилам. Вот это ему и не нравилось. Там известна же история, что Шойгу приходил к Путину и говорил. Вы заткните этого дурака. Что он на меня тянет, что он меня дыром называет? Зачем вы его делаете? Неприятно. Неприятно. Это публично демпинговалось сильно. И Шойгу, и Герасиму. Очень сильно. Там попало, пообвалило все. Но заслуженно обвалилось. Потому, что из них те еще военные управленцы. Прямо скажем. И Пригожин это озвучивал. Понимаете? А сейчас уже никто этого не допустит. Ни при каких обстоятельствах. Все будет купировано. На самых глубоких уровнях. Поэтому вы не увидите никакого лидера этого всего. И так далее. А сами эти люди не организуются. О чем? Много что организовалось просто без толчка. Что-то я такого не видел. Если бы Пригожин не повел бы этих людей. Так они бы так сидели у себя. Места постоянной дислокации. Хорошо, Маркс. С Вагнером более-менее понятно. Тут приближается темный день в истории человечества. 7 октября. День рождения кремлевского тирана. И, наверное, посвященная этому поводу вышла статья в журнале «Фокус». В которой они говорят о том, что окружение Путина с радостью захочет сделать ему какой-то подарок. Ну, который даже, наверное, это уже от себя, говорю, может смахивать на жертвоприношение. И там, собственно, военный эксперт центра Разумкова Алексей Мельник, как пример, приводит смерть убийства знаменитой оппозиционной журналистки в России Анны Политковской. Как раз 7 октября ее застрелили в лифте собственного дома. И этот же Алексей Мельник прогнозирует, что, возможно, будет такой сценарий «Рязанского сахара». Это для наших зрителей. Напомню, что «Рязанский сахар» – такое мемное название взрывов в жилых домах, которые происходили на территории России в 1999 году. И казалось это тогда вроде как террористические акты, а потом выяснилось, что к этому причастны спецслужбы Российской Федерации. Какое у вас мнение? Разделяете ли вы мнение Алексея Мельника или у вас есть какие-то другие ожидания на день рождения Путина? Вы понимаете, всегда сложно прогнозировать, реконструировать возможное развитие сценариев такого рода. Ну, были такие случаи. Я, кстати, первый митинг вел в годовщину смерти Политковской. По-моему, годовщина была. Навальный уступал. Я его ведущим был в этом митинге на Пушкин, как сейчас помню. Это был 2008, что ли, год. 2008, что ли, все в голове уже перекроется. Нет, 2007, 2007. Это действительно было убийство, извините за такое слово, приурочено к дню рождению Путина или просто совпало? Ну, это было заказное убийство полноценное. Заказное убийство. За ним стоит, безусловно, Кадыров и чеченские группировки, которые там действовали. И исполнители привлечены были такие же. Ну, понимаете, как? Можно так судить, что это совпадение не случайное. Путин любит символизм. Понимаете? Он не случайно 22-22-22 провел совещание 24-го, 2-го, 22-го, напал. Понимаете? У него что-то в голове есть такое. Под это дело очень так маниакален. Ну, манительный тип. Наверное, эти символы каким-то образом работают. Другое дело, что даже убийство человека, чтобы оно совпало именно с днём рождения... Нет, ну, можно попробовать, но это уж совсем дичь какая-то, да? Я скорее поверю, что подарком будет что-то попытки там типа организовать в Украине на фронте или что-то вот такое. Показать, что мы вот не зря, Владимир Владимирович, дорогой, на 72-летие, мы тут всё, пятое-девятое. Убить кого-то? Ну, могут они убить, но, честно говоря, специальную дату выбирать. Путин такого уже натворил, что сейчас принеси там мою или вашу голову, так сказать, его это уже не сильно там обрадует. Понимаете? У него ситуация куда плачевнее. Вот. Ну, вашу не надо, мою. Соответственно, я не думаю, что масштаб подарка такого рода – это то, что Путин оценивает. Война для него главная, это главный приоритет. Что-то там сделать, как-то изменить это всё. Да, но там не всё зависит от них. От них вообще, мягко говоря, победа... Что меньше и меньше зависит, да? Они не могут Киев взять за три дня. Наверное, это для него был бы лучший подарок. Ну, возьмите, ну, пожалуйста, попробуйте. Чего вы не берёте-то? Другое дело, что, ну, повторяю, исключать, что под это дело будет, под его день рождения, как-то подвёрстся на что-то, может быть, кстати. Но, опять же, ему важнее именно война, то, что происходит на фронте. Всё остальное, ну, меркнет по сравнению с этим. Не хотела сразу говорить с вами о Кадырове, но коль вы уже вспомнили, тут просто, наверное, ремарку для зрителей нужно сделать, что Анна Плитковская, она очень много писала о нарушениях прав человека в Чеченской Республике, собственно, и против Кадырова. У неё были статьи, собственно, за что, к сожалению, она лишилась жизни. По поводу Кадырова, ну, вот этот уже всеми обговоренный случай того, как сын Кадырова избивал заключённого в СИЗО. И была информация о том, что это видео специально опубликовали для того, чтобы показать, что Кадыров живой, в здравии находится. Ну, тут есть такая журналистка, ну, во всяком случае, она себя так называет в России, Ксения Собчак, которая опубликовала своё мнение. Во всяком случае, нельзя говорить, что она не разбирается в пропаганде и не разбирается в общественном мнении о России. Она говорит о том, что это видео опубликовали для того, чтобы показать россиянам, вот смотрите, какой беспредел. И потом же организовали встречу Кадырова с Путиным, и на фоне этого беспредельщика Кадырова сидит, ну, такой почти что белый и пушистый Путин. И вроде как у российского общества должно сложиться мнение, ну, слушайте, из двух зол этот хотя бы, может, там, руки моет перед едой. То есть, вроде как, должна, наверное, симпатия возникнуть к Путину, такая её логика. Что вы можете сказать по этому поводу? Ну, замысловато это, как-то замысловато, потому что для этого нужно оспаривать первенство Путина. А кто его сейчас оспаривает? Понимаете, я думаю, причина проще, потому что Кадыров много говорил, что он помирает, что у него там почки отказывают, что он в коме, даже военная разведка Украины говорила о чём-то подобном. И мне кажется, вот эта протокольная съёмка встречи с Путиным, она скорее этим целем служит. Дело в том, что Кадыров, там, с сыном ли, с других вопросов, но он постоянно эту дичь допускает. Они же сами опубликовали эту видеозапись, понимаете? Это же не играл, вынес. То есть, он опубликует, чтобы показать, что можем, потому что можем. Есть такая возможность, мы можем и бить, и, соответственно, ничего за это нам не будет. То есть, важно показать свою силу, власть, что она не падает, что Путин доволен ими. Ну, раз Путин с ним встречается, какие претензии тогда? Что, значит, его сын несовершеннолетний избивает подследственного в следственном изоляторе. Ну, там помещение какое-то тюремное. Какой-то кабинет следственный, видимо. Я думаю, скорее для этого. Вот протокольная съемка с Путиным, она скорее, чтобы опровергнуть слухи о его пересадке почки от дяди. Лежит дядя, что-то плачет, с ним сидит, ЦКБ. Ну, я не знаю, пересаживали ему почки, нет, трансплантацию делать или нет. Разговоры все пустые. Как проверишь? То есть, невозможно оперировать вещами, которые публикуются в Телеграм-канале. Нужны достоверные факты, я так считаю. Поэтому я и не говорил. Допустить, что он болен, допустить, что у него тут лава дырит, то могу, конечно. Но я же не медик, я же не могу по лицу определить, идеалист или не идеалист. Я вот ничего не понимаю вообще. Но слухи-то, они же материализуются в том смысле, что подозрение о том, что он в опале или отравлен, или у него почки отваливаются, какая-то почечная недостаточность. Нужно было их опровергнуть, и вот они и показали протокольную съемку с Путиным. Что касается беспредела как такового, ну, так смотрите, на всех уровнях беспредел. Вот говорят сейчас об этом сыне Кадырова, да? Ну, все там понятно, все там ясно, чего и что. А кто передал-то этого журавеля из Волгоградской области по месту совершения? Ну, хорошо, он надругательство, там, Коран сжигал и так далее. А почему вы передали-то его подследственную в Чеченскую автономную республику? Вы его зачем передали? Попросили, и те передали, да? Нет, погодите, есть УПК, уголовный процесс, там есть соответствующие статьи, понимаете? Ну, УПК работает в правовом государстве, да, это ж не тот случай. Ну, да, это уж точно. Нет, но я к тому, что это слишком публично сделано, без оговоров. Я же помню, как Бастрыкин выставил, мы, говорит, передаем его в Чеченскую. Почему вы его передаете? Какие основания? Нет, они в бумажках, может, что-то и написали, может быть, я не знаю, что. Я же не читал протоколов, не читал постановлений, но это ж вообще беспредел. Что это за страна такая? Ну, это концлагерь чистый, понимаете? Я когда говорю концлагерь, да нет, не концлагерь, мы тут на столике летом выпиваем пиво, девушки ходят по Москве. Вы идиоты, вы не понимаете, что концлагерь вполне может быть и со столиками кафе. Это никак не мешает. Вы бесправны просто. Концлагерь – это полное, абсолютное, тотальное бесправие. Вот Россия в нынешнем своем состоянии, концлагерь в этом смысл. Вы очень чудесно подвели к теме, к следующей теме, о которой я хотела поговорить. На днях был доклад по вопросам о положении прав человека в Российской Федерации от Марианны Кацаровой. Я так понимаю, что ООН сейчас, мы говорим о Совете по правам человека ООН, то есть они создали специальную должность уполномоченного по правам человека именно в Российской Федерации, то есть не в целом мире, но в Российской Федерации закрепили за этим делом специального человека из Болгарии, Марина Кацарова. Ну и, собственно, в ее докладе речь идет о том, что все очень печально с гражданскими правами, что это сплошные репрессии. Она вспоминает и о том, как в школах пропагандируют войну, что это все прекрасно и хорошо. Она также вспоминает о заключенного и обвиненного в шпионаже журналиста, как это издание называется? Да, Wall Street Journal. Wall Street Journal, да, Иван Гершкович. Вот, кстати, спрошу вас позже, что с ним вообще происходит сейчас. Но пока что вот о чем хотела вас спросить. Так получается, что в прошлом году Россию исключили из Совета по правам человека ООН. В ближайшее время будут выборы, и несколько стран будут претендовать на то, чтобы получить место в этом Совете. Среди них, как оказалось, и Россия хочет вернуться. И мне бы это показалось все полным бредом, если бы я до сих пор не помнила, как ООН отреагировала на подрыв россиянами дамбы в Украине. Когда они просто поздравили все человечество с днем русского языка. Как вы считаете, есть перспективы возврата Российской Федерации в этот Совет? И вообще зачем им это надо? Ну, во-первых, давайте ООН аттестуем. ООН, как я много раз говорил, это уже выродившаяся организация типа филотелистов. И то от них толку больше. Понимаете, они какие-то марки там коллекционируют, еще что-нибудь. Ну, или филокартистов, кого хотите. ООН-организация, которая должна обеспечивать наднациональные институты безопасности. Их работой предметом полномочия. То есть, они должны заниматься международной безопасностью. Кто-нибудь может сказать, в чем проявилась сфера деятельности ООН, как института наднационального, обеспечивающая эту безопасность? В чем? Ну, это вопрос войны и мира. Это же понятно. Ну, вот в чем? Какая она? Вот какая? Во беспокойности. Да, во беспокойности. Поэтому, честно говоря, от того, вот будет Россия в Совете по праву человека ООН. Не будет Россия в Совете по праву человека ООН. По мне так вот абсолютно фиолетово. Совершенно все равно. Потому что и сам этот Совет по праву человека ООН вообще не действовал. Вот в каком случае? НАТО действует. Да. Оно оружие дает, оно может что-то сделать. А и то его последними словами кроет, это НАТО. А что может ООН сделать? Ну, что может ООН сделать? Ничего не может он сделать. Поэтому я, честно говоря, я понимаю, будут бороться за то, чтобы Россию не пустить. Это действительно нонсенс. Страна, агрессор. Повинное в убийстве уже, как пишет Гардин, полумиллиона человек из той и другой страны может вообще присутствовать в этих советах по праву человека в ООН и так далее. Ну, а там другие-то не лучше. Я в своё время при Каддафе и Ливии, и Ирак был в советах по праву человека. Были они там, эти страны ротировались через какой-то и регулярное время. Я бы не стал ломать копии по этому поводу в принципе, потому что эти доклады ни к чему не ведут, ничего не дают. Россия находится сейчас вне системы международного права. Вне своих обязательств, принятых ею, как постоянный член Совета Безопасности, как член ООН, страна-учредитель ООН. Вне находится этого. А, понимаете, все эти правозащитные начала, они связаны именно с соблюдением, ну, так или иначе, международного права, единого для всех, универсального. Всего универсальной юстиции, универсальными институтами, универсальными правами. Ну, где Россия их держится? Вот где? В каком месте? В чём она выражается, соблюдение всеобщей декларации прав человека, ещё чего-нибудь? Ну, в чём? Поэтому все эти доклады это просто сумма бумаги. Ну, сделали и сделали. Вот. Поэтому я ничего не жду от ООН. И не считаю, что ООН может сыграть какую-то роль. Даже несчастная зерновая сделка, и та она, в общем, рухнула. В её фундаменте были заложены, как бы, и интересы, и роль ООН. Создание этого коридора и так далее. И то вызвано искусственно. Потому что, а зачем ООН вмешиваться впоследствии, надо вмешиваться в первоисточник, в войну. Если бы войны не было, так и зернишко бы ходило. А что ему? Как ездило оно, и ездило себе по бассейну Чёрного моря. Так вы с чем боретесь? С причинами или следствием? Или вот в Еленовке, когда взяли, взорвали под 90 человек. Ну, там, я не помню, погибло что-то от 50-ти, боюсь соврать, вот заключенных, военнопленных украинских. И что? И где роль ООН? И где Красный Крест? И что? Ой, мы хотели, но нас не пустили. Поэтому, честно говоря, я бы сильно на этом не рефлексировал. Ну, я так понимаю, что Генассамблея ООН и Совет Безопасности туда же, да? Да какая разница? Они производные. Да, да, да. Ну, выступил от трибуны. Ну, вот выступил Зеленский в Генассамблее. Выступил хорошо. Правильно выступил. Да и Байден неплохо выступил. И что? Война прекратилась? Миротворческие силы ввели ООНовские под их мандатом. Какие последствия всего этого? Ну, проголосовали очередной раз. За что-то или против чего-то. А последствия-то какие? Инструмент, принуждение-то нет? И никто не пытается его изыскать? Так что, нет, я не думаю, что это настолько серьезно. Присутствует или отсутствует в России по праву человека вообще никакого. Вы знаете, каждый раз, когда появляется новость связанная с ООН и каждый раз, когда я готовлюсь к интервью, я думаю, стоит ли вообще поднимать на обсуждение эти истории? Потому что, ну, вот поговорили, поговорили, заняли эфирное время и что дальше? Крапотация тоже важна. То есть, нам только и остается это обсуждать, потому что есть и некоторые заблуждающиеся, они же, в общем, верят, что ООН какую-то роль играет, доклады играют. мы же их своими соображениями переубеждаем или можем смутить, и они подумают, а вот действительно, зачем это все? Батарея хороших танков сделает больше, чем 10 ООН, понимаете? Ну, кому-то согласна с вами. А вот все-таки вспоминая о Иване Гершковиче, репортере газеты The Wall Street Journal, известно вам что-то о его судьбе? Я знаю не больше вашего, в принципе, я в таких делах участвовал. Как адвокат, пока меня не лишили статус, последнее мое дело было журналиста Украинформа Романа Сущенко, он был корреспондентом в Париже, он бывший военный, его выманили в Москву и на встрече с его давним знакомым, родом из Киева, офицером Росгвардии, ему, значит, передали этот доклад об учениях, который должен быть, его вот так же вот подсадили, взяли его сотрудники ФСБ, обменялся на шпионаже. Я не знаю деталей дела Эвана Гершковича, это закрытое дело, закрытый материал, потому что там подписка о неразглашении у адвокатов, мы не знаем толком, за что его взяли. Из отрывочных сведений, которые есть, они звучали относительно его расследований, он, по-моему, в Екатеринбург аж поехал по поводу Чивакова. Правда, это неправда, не знаю. Я считаю, что, скорее всего, суд пройдет, его осудят, дадут ему за шпионаж срок, ну, и у него хорошие шансы на обмен. Американцы его обменяют, они найдут, кого отдать. Но сама эта практика, посылать корреспондентов в жерло этого вот дракона в глотку, мне кажется, сомнительно, потому что Россия в нынешнем виде, это страна опасная для журналистов, американских, в первую очередь. Уж каких-то там, не знаю, других стран, других юрисдикций, но опасная страна. И вывод здесь главный должен состоять в том, что вообще ни ногой туда, никаким Уолл-Стрит-Джорнолом. Я думаю, его обменяют. Я думаю, и Москва его захватила именно для обмена. Кто-то им интересный есть у американской страны. Я не исключаю, что они уже ведут какие-то переговоры. Это старая добрая советская практика, такая роль заложника, отведенная иностранным людям, с иностранным паспортом, которые присутствуют на территории. Тут еще все продолжают обсуждать смерть или не смерть господина Соколова, который был начальником военно-морского флота Российской Федерации. Почему-то уже решила Черноморского флота, да, извините, Черноморского флота, почему решила с вами все-таки обсудить эту тему, потому что Минобороны США сделала заявление о том, что они пока что не могут ни опровергнуть, ни подтвердить смерть Соколова. И ваш коллега, ваш коллега, извините, ваш соземельник, как это сказать на русском языке, человек из России, земляк, извините, Игорь Яковенко, российский оппозиционный журналист, он, анализируя все коммуникационные месседжи со стороны российских медиа, сделал вывод, что скорее пациент мертв, чем жив, потому что именно так российские медиа коммуницируют, когда кто-то умирает, но не хочется сообщать о его смерти. К вам вопрос, анализируете ли вы в таком ключе российские медиа, и что вы думаете, какие выводы делаете из этого анализа? Игорь Александрович более опытный человек, он дает себе труд все смотреть, все пропагандистские каналы, всякое такое, мне тяжеловатенько, я вот настолько не изучаю пропаганду, потому что мне есть чем заниматься, ну, как бы укажет свой профиль. Я сказал так, что, ну, вот хорошо, а даже если он не погиб, и что, а это как-то уменьшает значимость удара по штабу Черноморского флота в Севастополе, это как-то вот, ну, не погиб в этот раз, не погиб. Из этого как-то делают какую-то большую сенсацию, а даже и погиб. Что это, гениальный флотоводец, что ли, гениальный военачальник, что ли, что он до этого потерял в сухом доке подлодку и десантный корабль, и много еще чего. Я бы, честно говоря, вот так по этому поводу сильно не концентрировался, но он мог погибнуть, да, мог нет, но долго интригу хранить не удастся, понимаете, если он реально погиб, не ранен, а именно погиб, ну, сколько это можно скрывать? И главное, зачем? Чтобы сказать, показать свою слабость. Мой вопрос, зачем, да, потому что, как вы сказали, действительно, если смотреть на эту ситуацию с украинской стороны, то для нас от этого меньше не становится. Это событие, оно грандиозное, беспрецедентная в какой-то степени победа украинских сил военных, а вот почему Россия это скрывает? Ну, погиб, погиб, уже давно забыли. Смотрите, ну, Россия все время борется два чувства внутренних у власти, пропаганды, не показать свою слабость, а с другой стороны показать в не лучшем виде врага, что это террористы, убийцы, и так далее, и вот они мучаются, желание с одной сказать, вот, нашу адмиралу убили, надо отомстить, давай, режь всех, пили, а с другой стороны, а как это так у вас самый мощный Черноморский флот, типа, а там у вас то по штабу прилетит, то по сухим докам и так далее, что же вы, значит, вы слабые, и вот они мучаются, и как-то, в общем, разноречивая у них методичка идет у пропагандистов, и никак не удается найти баланс, понимаете, баланс не удается никак найти, ну, и вот они из-за этих разнонаправленных команд то так, то и так выглядят, ну, действительно, какую-то запись, старую запись показали, на звезде, где-то, где-то, значит, он что-то докладывает, а странно докладывает, о вещах давних уже, не берусь, повторяю, судить, я все-таки доверяю достоверным источникам, если, например, американ скажет, да, наши разведисточники свидетельствуют, потому что Соколов погиб, ну, наверное, у них есть эти возможности перепроверки, есть, он же пользуется телефоном там, сотом, жена его пользуется, и наверняка Эплом, вряд ли она там к Сиоми пользуется, да, не буду, я тут ни реклама, ни антиреклама, я просто, они очень любят все это вот, вот это вот все, соцсети там, почты и так далее, но, наверное, есть возможность как-то вот порыться, наверное, есть люди, специалисты, которые могут это нарыть, я так думаю, я не знаю, я так думаю, вот, а в остальном, честно говоря, я вот честно не считаю, что это принципиальный вопрос, погиб он или нет, более существенно, то, что нанесен удар, в принципе, в самое сердце, по зданию Черноморского флота, это значит, что нигде не безопасна территория Крыма, вот главный вывод, и хорошо, как если он пересядет в другое место Соколов, а его и там накроют, ну, и что, поэтому, для меня это такое решающее значение не играет.